Россия не представляет непосредственной угрозы НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, подводя итоги дискуссии по России на саммите в Варшаве. Лидеры договорились, что отношения с Москвой будут основываться на обороне и диалоге. Столтенберг также добавил, что НАТО и Россия уже не стратегические партнеры, но и не ведут холодную войну. Подробнее о повестке дня Анастасия Грищенко. Заключительный день саммита в Варшаве на повестке дня Украина и Афганистан. В Афганистане имеет место прогресс. Этот прогресс должен продолжаться. Особенно в том, что касается уважения прав человека, избирательной реформы и борьбы с коррупцией. Приближение к стабильности должно стать приоритетом. Афганские силы безопасности теперь отвечают за безопасность на территории всей страны, защищая афганский народ с отдачей и мужеством. Объемы неамериканского финансирования афганских сил уже близки к поставленной цели – 1 миллиард долларов. Мы договорились продлить миссию в Афганистане еще на один год. В 2017-м контингент, вероятно, останется на том же уровне. Это примерно 12 тысяч солдат. Точные цифры мы озвучим позже. Решение будет принято осенью. Свои силы в Афганистане сохранят и США. Они будут участвовать в операциях в дополнении к миссии НАТО. Обсуждали на саммите и Украину, точнее, ее горячее желание, как можно быстрее попасть в НАТО. Ранее президент Порошенко написал в Wall Street Journal статью с красноречивым заголовком «Киев и Североатлантический альянс являются союзниками в противостоянии с Россией». Тем не менее, на саммите было заявлено, что вопрос членства Украины в НАТО находится только на уровне дискуссии. Мы много лет ведем политику открытых дверей и открываем эти двери для стран Востока и Юга Европы. Концепция создания свободных демократических ЕС и НАТО – еще не завершенный процесс. Многие страны находятся на этапе кандидатов или в фазе рассмотрения. Грузия – кандидат на членство и находится на продвинутом этапе. Есть также кандидаты на южном фланге. Журналисты тем временем шутят, что если Порошенко так хочет в НАТО, то ему нужно срочно нанять стилиста. Президент Украины запомнится на саммите порванным носком. Уже нашумевший снимок был сделан во время церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Волынской резни. Фотография в момент разошлась по соцсетям. Такую небрежность Порошенко демонстрирует не в первый раз. Не далее, как весной, интернет-пользователи заметили, что на встречу с Обамой президент надел плохо выглаженный пиджак. Многие тогда шутили, что он сделал это намеренно, чтобы вызвать жалость у США и выпросить побольше денег у американской администрации. Анастасия Грищенко, Вести.